Дорогие друзья, добрый день! Всем доброго времени суток, дорогие ученики и клиенты, любители астрологии! Дорогие пожаловать на мой канал, на канал Ольги Васильчук, Астроэзотерик Про. У меня для вас сегодня краткий обзор транзитных планетарных аспектов на февраль 2021 года. Я начала 2-3 небольших объявления. Я сейчас работаю над созданием, над записью мастер-класса, такого мини-курса интенсивного «Водные дома», дома 4, 8, 12. Я также записала разовую лекцию тематическую «Колесо года и новогодние техники перехода» в январе, после праздников. Ссылка для тех, кто смотрит на YouTube здесь, на предпросмотр на YouTube. И все ссылки на все мои обучающие модули натальной астрологии, мастер-классы, будущие. Ссылка на школу мою находится в описании этого видео. И просто-напросто посетив мой сайт Астроэзотерик Про, вы найдете всю информацию о моих услугах и об обучающих платных модулях. Я, как обычно, в течение месяца буду делать ароскопы для Всернаговзяка «Новолуния-Полнолуния». Это такая стала уже традиция. Это прямые эфиры на Инстаграме, которые я потом в записи загружаю на YouTube. Если вы хотите посмотреть ароскопы в прямом эфире, присоединяйтесь к эфиру на Инстаграме. И 14 февраля, в день Святого Валентина, в день влюбленных, я буду делать эксклюзивный прямой эфир, который не будет загружаться потом в записи на YouTube. Только на Инстаграме и только в определенные часы, в определенное время, которое я установила в календаре мероприятий на моем сайте, опять же. На русском и на французском языках, как обычно, ароскопы я делаю, это будет в воскресенье, в день влюбленных. Я вам предлагаю бесплатные гадания на любовь, на вопросы партнерских отношений, любви, на колоде эротического Таро Монара. Чтобы колоду активизировать, ну это очень будет развлекательное такое действие, шоу, вам полезно, ну и мне. Реклама и активация колоды, эротическая Таро Монара. Все мероприятия предстоящего месяца находятся, их список вы можете увидеть на моем сайте в разделе мероприятия, резервация мероприятия. Ну что, что нас ожидает в феврале? Месяц относительно короткий и аспектов, если честно, не очень много. Тем не менее, у нас есть несколько очень примечательных транзитов, которые даже отмечают весь год. Транзиты важные, по сравнению с другими аспектами года целого. Итак, неожиданности и сюрпризы. Новый поворот в делах, которые мы раньше планировали. Восстановление отношений и примирение. Вот ключевые слова месяца февраля. Акцент держится на знаке водолея, на знаке революции, свободы, разрыва шаблонов, инноваций. И стеллиум в этом знаке из четырех планет будет находиться весь месяц. А на момент новолуния водолея, 11 февраля, встретятся в знаке водолея 6 из 10 планет. То есть, это новолуния очень особенная, 11 февраля. Позитивный заряд новолунию дал соединение благодетелей Юпитера и Венеры, 11 февраля. И на этот день, на эту дату приходится Новый год по восточному календарю, год натрического быка. То есть, эта точка отсчета для нового периода, насыщенного переменами и обещающего прогресс и развития, находится именно в дате новолуния водолея 11 февраля. Шесть планет водолея из 10. Венера в соединении с Юпитером. И Новый год по восточному календарю. Вы представляете, дата очень особенная, крайне важная. Необходимо воспользоваться ее преимуществами для начала новых дел и запуска новых проектов. В какой сфере вашей жизни вы должны, не только вы можете, вы в идеале должны проецировать в будущее новые сценарии вашей жизни? В какой сфере? Особенно в одной специфической сфере. В той сфере, которая соответствует дому гороскопов, в которой у вас проецируется точка Новолуния. Ну, я водолею, меня в первый дом проецируется. Какие еще важные фоновые энергии, аспекты, ингрессии, да? Смотрите. Оба управителя водолея, в котором будут четыре планеты, на момент Новолуния шесть, водолеи управляются Ураном и Сатурном. Уран – это мятежи, восстания, инновации, перемены и свобода. Это яснознание, ясновидение в форме яснознания. И Сатурн – структура, правила, закон, границы, власть и ответственность – войдут в квадратуру в этом месяце, что будет символизировать борьбу между старыми схемами жизни Сатурна и переменами, которые необходимы сейчас нам уже, правда? И они неизбежны. Потому что идет речь о аспекте транзитном, между двумя транзитными социальной и высшей планеты. На квадратуре Урана и Сатурна 17 февраля могут возникнуть новые общественные организации на фоне активизации социальной жизни. И она, социальная жизнь, будет перестраиваться, будут внедряться, в частности, новшества на уровне технологий, в сферу обучения и связи, средств связи. И, внимание, этот аспект может отметить момент ослабления ограничений, связанных с пандемией. И, кстати, как я сказала только что, есть какие-то моменты в феврале, которые случаются, которые будут важными точками стратегичного всего года. Это самый важный аспект всего 2021 года. И его орбиз распространяется на большую часть года. Благодаря этому аспекту квадратура Сатурна-Уран мы увидим сейчас в феврале проблемы и темы, с которыми мы будем иметь дело в течение всего года, до конца 2021 года. Это, конечно, квадратура, период неустойчивости, провоцирующая проблемы в общественно-политической сфере и финансово-экономической сфере на мировом уровне. Кризис, который возникает в неизбежный момент аспекта 90 градусов квадратуры, нас будет толкать к переменам. И как итог мы придем к балансу равновесия, чего я нам всем и желаю. Далее, более мелкие аспекты. Также важные, но и других планет. Потому что квадратура Сатурна-Уран фон месяца и фон практически всего года 2021-го. Фоновая энергия. Не забываем, что у нас в Меркурии трогатный до 21 февраля. То есть все новые идеи и планы будут в будущем нуждаться в доработке и пересмотре, если мы их запустим на ретро-Меркурии. То есть сейчас лучше заниматься подготовкой новых проектов. Именно подготовкой, продумыванием. А не запуском этих проектов. И заниматься следует исправлением старых ошибок, работой над ошибками, например, вернуть долги, почистить компьютер, почистить телефон от контактов, от которых вы давно не слышали новостей, почистить контакты в Фейсбуке, например. Закончить все старые дела. Вот надо заниматься на ретро-Меркурии. И вы об этом знаете. Я для вас тут Америку не открываю. У нас в этом месяце две ингрессии. Как обычно, Солнце переходит в следующий знак. В Рыбы 18 февраля. Венера дважды меняет знаки. Наша Венера, да, она очень шустрая в месяце в феврале. Венера в Водолее с 1 по 25 февраля. Ну, у меня Венера в Водолее. Я знаю, о чем я говорю. Я сейчас буду говорить о себе. Мы хотим эмоциональной независимости. Отдаем предпочтение социальным контактам и общению с людьми, разделяющим наши идеи и интересы. Знакомство завязывается очень просто. И заработки, скорее всего, могут быть связаны с коллективной какой-то деятельностью. Но после ингрессии Венеры в Рыбы 25 февраля мы будем искать уже другой тип отношений, максимально романтических, чтобы они были глубокие, духовные. Мы будем идеализировать партнера, как вообще саму любовь в целом. Первая неделя месяца, начало месяца, в частности, первая неделя очень напряженная из-за противоречивых энергий. С одной стороны, у нас начало ретрофазы Меркурия мешает правильной оценке реальности, тормозит наши действия, отбрасывая нас назад. С другой стороны, квадратура Солнца-Марс как раз провоцирует нас на решительное действие, на такой напор, на желание разорвать в клочья, добиться своего. И второй аспект, квадратура Марс-Солнца, надо использовать для завершения старых дел, так Меркурий трогадует. Энергии будет много, мы захотим ее использовать для начала чего-то нового. Но поскольку Меркурий ретро, надо этот вот, даже какой-то отчаяния, напор, пробивное отношение использовать для завершения старых дел. И при чрезмерном напряжении физическом, при нагрузках физических, чрезмерных, есть риск травм. Квадратура Солнца-Марс 1-го числа, ну вот сегодня, но еще плюс-минус 2-3 дня она будет распространяться, эффект этой квадратуры. У Венеры будет два аспекта, 6-го и 7-го февраля. Соединение с Сатурном и квадрат с Ураном. Представьте себе. Здесь идут такие непростые у нас энергии для бедной Венеры, потому что как-никак Сатурн с Сатурном, это Уран выше. Партнерские отношения либо стабилизируются на соединении с Сатурном, либо наступит момент охлаждения и отрезвления. Соединение с Сатурном это аспект нейтральный, он может тогда якобы проигрываться, либо в плюс, либо в минус, смотря как мы его прорабатываем. Вместе с тем мы можем пережить проверку отношений на прочность квадратуры с Ураном, и как итог обострения проблем и разрыв, или конструктивный диалог и смена формата отношений. Продолжение отношений на преусловии, что мы изменим формат, например, учитывая, уважая и уважая личные границы партнера. В любом случае, на квадратуре Венера-Уран мы можем поддаваться такому желанию, сиюминутным желаниям, риск порывов сиюминутных желаний, капризов в отношениях, потребность новизнея нас может охватить, потребность в спонтанных тратах, лучше сохранять консервативный подход к распространению финансов, если говорим о финансах, в том числе Венера по символике, это и партнерские отношения, и материальная сторона нашего мира, финансов. Дни с 8 по 11 февраля подходят для осознания своих ошибок, для переоценки ситуации. Нам может прийти ответ, которого мы давно ждали, или может открыться способ решения проблемы на соединении Солнца с ретро-Меркурием. Концентрация будет ментальная, очень сильная, что Меркурий соединится с Солнцем. Но поскольку 10-го часа рекурием, который ретроградный, в квадрате с Марсом, мы будем склонны к развительности на словах, к импульсивности. Отсюда категоричность, неизговорчивость, нервозность, хотя в то же время квадратура Меркурий-Марс дает умственную концентрацию. Я сказала в начале видео о соединении Венера-Юпитер, которое отмечает новый год по восточному календарю, и это асфоновый аспект новолуния-водолея 11 февраля. Этот аспект нам дарит благоприятные возможности и удачу в делах и в любви, то есть просто шикарнейший один из лучших аспектов, который можно в транзитах иметь. Это и поддержка покровителей, и расширение источников, источников заработка, увеличение. Множественные новые контакты, а также этот аспект может дать шанс запустить отношения заново, примириться с партнером. На новолунии-водолея в 23.17 водолея 11 февраля я буду делать аэроскоп на инстаграме, я буду пожаловать всем. И в первую неделю после новолуния ретро-меркурий соединяется с Венерой 13 числа и с Юпитером 14 числа. На первом соединении, то есть с Венерой, будет легко вести разговоры по душам, высадить гармоничные контакты с окружением, особенно со старыми знакомыми. Меркурий-ретро, старые знакомые. Новые знакомства, которые возникнут в этот период на этом аспекте, будут в итоге в будущем недолгими. Лучше вкладывать ментальный ресурс в изучение литературы, искусства, в творчество на этом соединении. Второй цене с Юпитером ретро-меркурия. Это один из самых позитивных моментов февраля, безусловно. Можно будет успешно возобновить начавшиеся в прошлом переговоры, вернуться к старым проблемам, например, восстановить учебу в университете или в институте, какие-то курсы, которые вы раньше бросили, вернуться к ним. Покровитель может помочь вам в решении вопросов в профессиональной сфере. 18 февраля ингрессия Солнца в Рыбы. Последний знак из Насти. Остался месяц до астрологической весны, до ингрессии Солнца в Овин, день весеннего равнодействия. 19 февраля Венера в Квадратуре с Марсом вызывает напряжение в отношениях, когда партнер недоволен вами, а вы недовольны партнером. Это может дать конфликты, стычки, эмоциональные реакции, какие-то неадекватные, очень бурные, резкие ревности. 21 февраля Меркурий становится директным. И как раз с 21 по 28 февраля это очень продуктивный период месяца. Можно смену реализовывать подготовленные ранее планы на ретро Меркурий. Сменно подписывайте важные соглашения и контракты нового сотрудничества. И сразу же 25 февраля Марс будет в трине с Плутоном, повышая нашу концентрацию, даря нам эффективность, провоцируя эффективность наших действий, способность на большие усилия в течение длительного периода времени, эффективность также наших действий. Концентрировать энергию всех видов, физическую и психическую, будет легко на трине Марс Плутон. Если вы запланировали обращение в общественные организации, во влиятельные структуры, особенно для решения вопросов налогов, страховок, финансирования, помощь вы, скорее всего, получите. Если вы болели до этого, то этот период благоприятен для восстановления физической формы и для ее дальнейшего поддержания. 25 февраля ингрессия в Венере в Рыбе, я об этом уже сказала, и на конец месяца у нас полнолуние в Деве. 8,57 Девы, я тоже буду делать на этот лунную фазу в Тороскоп на Инстаграме, добро пожаловать, я буду делать это 26 февраля по времени у меня с утра, в Москве тоже будет в Европейской части 26 число. Особенность этого полнолуния в том, что он открывает коридор межзатмения, то есть ось полнолуния в 9,27 февраля будет находиться в квадратуре к оси лунного затмения в Стрельце 30 ноября 2020 года. Это что означает? То, что между этой датой и в течение двух следующих недель до следующей лунной фазы, которая тоже будет формировать квадратуру к затмению солнечному в Стрельце 14 декабря, эти две недели это коридор межзатмения. В этот период темы затмений предыдущего сезона декабря ноября-декабря прошлого года пересекутся с темами затмений предстоящего сезона май-июнь этого года. То есть будут моменты какие-то сплывут ситуации, которые были активизированы затмениями. Луна в оппозиции к Венере в момент полнолуния и в тринник к Урану у правителя полнолуния Меркурий в соединении с Сатурном. То есть при каких-то усилиях с нашей стороны, при результате конструктивного разрешения противоречий оппозиции двух светил мы сможем какие-то ситуации стабилизировать, потому что правитель Меркурий соединяется с Сатурном. Смотрите, куда всегда проецируется полнолуния в вашу натальную карту. В какие дома в этих двух сферах жизни вас будут раздирать какие-то противоречия, события на ситуации двух противоположных домов, будут тянуть каждый идеал на себя. Вам нужно будет найти консенсус, компромисс, но будет во все стороны раздирать, как при любом полнолунии. Тем более, если полнолуния задевает какие-то ваши личные планеты, соответствующие дома гороскопа. Выйдет наружу все, что противоречит здравому смыслу, потому что Луна в дереве, а Солнце будет в рыбах. Придется распрощаться с иллюзиями. И чувство, что нас недооценивают, недолюбливают в отношениях, будет нас тоже, возможно, охватить, потому что Луна позиция к Венере. Это аспект такой нелюбимый. Надо будет отсеять те отношения, которые нам не приносят удовлетворения. хорошо заняться здоровьем на это полнолуние, пройти обследование, сдать анализы, просто есть пагубные привычки, потому что Луна будет в деве, ну а Солнце в рыбах, то есть будет только противоречие между, нет, я хочу верить в идеальный мир, в том, что я любима, а с другой стороны, вот, Луна в деве будет так, проснись, встряхнись, реальность немножко другая, отбрасываем иллюзии и возвращаемся к здравому смыслу. Друзья, на этом все, все очень кратко и ненавязчиво, но конструктивно и полезно. Жду вас на инстаграме на Тароскопы на полнолунинного луния и 15 числа я буду в понедельник в прямом эфире на ютюбе вопросы Астру Таро 15, а 14 воскресенье только на инстаграме и только во время, которое я указала уже гадание на Таро в эротическом Монаро на любовные вопросы бесплатно. Всех целую, всех обнимаю, спасибо за ваше время до очень скорых встреч до свидания